В Кирове начало второго. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и гостей нашей студии Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Тем у нас много. Темы городские в основном. Ну, мы сначала должны фразу держим, скажем. Да, хорошо, давайте. О том, что все сказано мной в эфире является моим оценочным мнением. Хорошо, отлично. Теперь мы в безопасности. Теперь мы в безопасности, и вы, да. Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте через форму анонса ихакирова.ру. Пожалуйста, мы читаем и озвучиваем. Ну, а сейчас к нашим вопросам перейдем. Новость вчерашнего вечера, я бы так сказала, да, потому что появилась она в районе пяти часов. Арбитражный суд приостановил строительство мусорного полигона в Осенцах из-за птиц. Прислушался арбитражный суд к общественно-государственной организации ДСАФ России, который указывает в своей жалобе, что мусорный полигон, место скоплений в пернатах, якобы, которые, возможно, помешают взлету и посадке до воздушных судов, пусть даже и небольших. Я, насколько понимаю, сегодня арбитражный суд собирается снова по этому же вопросу. Я звонила до эфира в городскую администрацию, знаю, что вчера было совещание. Ну, значит, решение качательно не вынесено. Пока еще, да, комментариев никаких по этому вопросу нет. Ну, слушайте, а сама ситуация по себе, она, конечно, не очень красивая. Она вообще странная. В мае первую очередь, так скажем, Осенца должны были сдать уже в эксплуатацию. Я так понимаю, что вот-вот должны были приехать комиссии, уже все есть, уже вложились, уже там, извините меня, все оборудовали, подложку положили, и все приготовили, и вот раз, и все. А, насколько я понимаю, у компании САХ сейчас, вот как раз в этом году, заканчивается действие всех вот этих вот экологических разрешений, экспертиз. И если они не сдают в мае, экспертизы придется переделывать. Это значит, что сдача полигона в очередной раз затянется, а в декабре у нас полигон в Костино должен быть закрыт. Мы мусор, видимо, во дворах будем складировать. Вообще ситуация очень странная, но я же помню, что в Венее ДОСАФ этот аэропорт был передан в 2013 году, если не ошибаюсь. Ну вот я, честно говоря, в годах могу... Да, в 2013 году. Ну, 2014, это самые крайние сроки. С того времени, а у нас сейчас 2018 год. А до этого он, Юрий Львович, к кому принадлежал? Он принадлежал, когда-то тоже давным-давно ДОСАФ, потом ДОСАФ был расформирован. Был неопределенный статус участка. А потом именно вот эту территорию передали, ну, воссозданному ДОСАФ. Угу, 2013 год. Да, если я не ошибаюсь, 2013 год. И с того времени они должны были утвердить схему аэропорта с разрешенными и запретными зонами. Это делается совместно с Министерством обороны, с правительством Кировской области, ну и так далее. Там есть определенный перечень интересантов, которые должны утвердить эту схему. Вот сейчас у нас на календаре 2018 год. Такой схемы не существует, насколько я знаю. Поэтому закон или все требования в отсутствии схемы, большой вопрос. Подождите, а как суд арбитражный суд принимал решение? Ну, бывают и ошибки. В арбитражных судах тоже, хотя это такая организация очень достойная. Ну, всяко может быть. Ну, не разобрались до конца. Поэтому вы сегодня сами подтверждаете, что идет дополнительное рассмотрение этого вопроса в арбитражный суд. И вот такая постановка вопроса в отсутствии схемы этого объекта по запрещению не может привести к тем действиям, которые провел вчера суд. Потому что это накладывает, во-первых, запрет на все строительные работы, ведущиеся в так называемой зоне аэропорта. Это вся заречная часть. Ну, там птиц не бывает. Ну, у нас есть, возьмем, давайте, дверохозяйство, на которое птицы летают, да? Видимо, подразумевается, что на полигон они будут летать в большем количестве, хотя, вообще-то, на старте работ нам заявлялось, что все будет изолировано. Вообще, любые строительные работы, будем так говорить, которые находятся в зоне аэропорта, должны получать, иметь разрешение. Может, там высотку 200 этажей кто-то строит, может, меньше. Поэтому все равно разрешения должны такие быть. Но так как не существует самой схемы с разрешенными и запретными зонами, то решать этот вопрос виртуально невозможно на это. Юрий Львович, ну вот мы уверены, что схемы не существует? Может быть, она есть? Ее нет, потому что она должна определенным способом утверждаться. И, насколько я знаю, людей, которые изучали вопрос о наличии такой схемы, они говорят, что такой схемы не существует. Ну, во-первых, это достаточно затратное мероприятие. А ДОСААФ, наверное, не самая богатая, хотя была в свое время очень богатая организация. Надо потратить средства, надо сделать заказ, разместить такой, согласовать с Министерством обороны, с правительством Кировской области. Ну, там много есть факторов по решению этой проблемы. Я думаю, что в отсутствии такой схемы так выносить вопрос о запрете и выходить в суд, наверное, не совсем законно. Хорошо, прогнозы дела не... Ну, до конца не уверен, надо в суд, он у нас все разберется и... Дождемся информации после обеда. Слушайте, ну вот прогнозы дела неблагодарные, и предположения тоже дела неблагодарные, но ситуация... Ну, тогда придется все наши славки закрыть к 1 декабря 2018 года и... И? И? И что? И куда? И смотреть телевизор. Нет, мы в любом случае будем производить определенное количество мусора, который куда-то нужно будет девать. Никуда его будет девать. Я думаю, что администрация города и правительство области примет решение... Слушайте, а вот этот шаг ДОСААФ... Он это знает только ДОСААФ и гадать на кофейной обучине... А почему именно сейчас, а раньше нельзя было? Ну, это знает только руководитель ДОСААФ и никто более. Хорошо, мы постараемся руководителя ДОСААФ в эту студию... Лучше у него спросить, он точно не стоит. Ну, а вам кажется, администрация города... А если арбитражный суд примет решение не в пользу ДОСААФ и не в пользу полигона, что будет город делать? Думать. Думать? В Думе? В том числе и в Думе, наверное, да. В том числе и депутатам городской думы придется заняться этим вопросом. Нет, ну, администрация города должна заниматься этим вопросом. Нет, ну подождите, а вот гарантии какие-то, что там не будет большого количества пернатых, они не будут туда слетаться... ...ну, может быть, Министерство охраны окружающей среды даст такие гарантии? Я думаю, когда придется решать этот вопрос, найдутся те люди, которые компетентны... В общем, сначала надо выяснить, есть ли схема. Если схемы нет, значит, весь сыр-бор бесполезен, вы считаете? Ну, бесполезен, несерьезен. Юрий Шлеминзон, депутат Кимировской городской думы. Хотя с кема такая должна обязательно присутствовать? Так, а как-то вот запросить ее, обязать, обязать? Ну, если это только компетентные органы, которые, наверное, будут проявить прокуратура. Ага. Это тоже может быть. Какая интересная история получается. Что его неправильно эксплуатируют, если нарушение, то он будет закрыт. То есть, если ДСАА вышел без схемы в арбитражный... Я не знаю, является ли это главным фактором. И сейчас будет установлен этот факт, то, возможно, аэродром может быть закрыт. Может быть. Ну, или другие факторы могут быть обнаружены. Компетентные органы. Что-то прям вообще страшное будет происходить, я чувствую. Ладно, дождемся сегодняшнего решения арбитражного суда. Хотя разрешение на эксплуатацию существует. Существует. Выдано, да. Выдано. И разрешение на... Значит, строительство бы не начало. Нет, я про аэропорт. А, вы про аэропорт. Там же осуществляются взлетные посадки. Ну, и разрешение на строительство тоже выдано. Соответствующими компетентными организациями. Они между собой будут решать этот вопрос. В общем, это как всегда в России, да? Не досчитались нужные бумажки в самый ответственный момент. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы в нашей студии. Мы, наверное, и перейдем к вопросам, которые Городская дума будет обсуждать завтра на очередном заседании. Один из самых громких вопросов – это история с нестационарными торговыми объектами в Кирове и их дальнейшими перспективами в связи с правилами, с изменениями в правила благоустройства. Ну, во-первых, это не самый большой вопрос. Это правила благоустройства. То, что они приняты в том виде, в котором мы видим, это, конечно, очень... Погодите, они не приняты еще? Ну, будут приняты, я думаю. Уверены. Ну, да, они прошли комиссию, они прошли общественные слушания. Я думаю, практически на 100% уверен, что они будут приняты. И комиссия одобрила сокращение количества нестационарных торговых объектов в Кирове. Как пишут наши коллеги из «Навигатора», примерно в два раза. Речь идет о тех объектах, которые расположены на придомовых территориях. По этой части не все депутаты однозначно голосовали. Будем так говорить. Мое личное мнение в этой части, что... Хотя, если... Как вы сегодня нам показали, прокуратура проверила законность, признала закону. Но, в моем понимании, именно только вот в этой части, все остальные части... Правил изменений. Да, они меня удовлетворяют. И очень хорошо, что они появились. Считаю, надо провести огромную информационную работу по информированию всех служб, граждан о том, что такие правила меняются. Сейчас, Юрий Львович, мы к ним перейдем. Давайте сначала с киосками. С киосками. Ну, вот в этой части я не сторонник киосков, честно скажу. Я не большой любитель вот этих невзрачных киосков, которые находятся еще в не совсем благоприятном виде. И где иногда проходит торговля специфическими продуктами. Но, закон на самом деле, собственнику разрешает делать все, что не запрещено законом. И домовая территория, это собственность собственников. Поэтому принимать решение можно только в рамках закона. Если под определенный вид деятельности. Закон запрещает размещать что-либо. Ну, в частности, вот нестационарный торговый объект, да, ремонт обуви, например, ну, или там что-то другое. То это не должно быть. Если рекламные конструкции, тоже часть, разрешены законом размещать, то никто не может запретить их не размещать тех правил, в которых они должны проводиться. Так, Юрий Львович, вот тут... И вот такой нюанс. Мы воду разрешаем продавать в автоматах на придомовой территории. А ремонт обуви мы запрещаем делать. Ну, это нелогично, наверное. Я прошу прощения, у нас пауза небольшая, полуминутная, и мы вернемся в студию. Продолжаем программу «Особые мнения» с депутатом Кировской гордумы Юрием Шлеминзоном. Говорим о перспективах нестационарных торговых объектах на придомовых территориях в городе Кирове. Остановились на том, что как-то избирательно депутаты Городской думы подошли к нестационарным торговым объектам. Это не депутаты, это предложение администрации города. Хорошо, хорошо, администрации города, ну, депутаты... Вы утверждают. Вы же говорите, что кто-то за, кто-то против. Те, кто-то точно неоднозначно подошли. Киоски с водой ключ здоровья можно. Мы не говорим ключ здоровья. Хорошо, по реализации питьевой воды. Только автоматы, торговые автоматы. Хорошо. Вот, и о киоске... Ярмарки, поливиона, бедные кафе. Овощные киоски нельзя. Нельзя, да. Хотя, собственником земли, и в том, и в другом случае, являются жители дома, на территории которого размещен объект. Да. Вы против запрета на их размещение? Она соблюдает закон. Я против киосков, он сам-то один, я не сторонник этих невзрачных киосков, которые неблагоприятно виден, портят действительно облик нашего города. Есть закон, который не запрещает делать все то, что не запрещено в законе. Если рост потребен от зоны, для того, чтобы открыть торговую точку, надо получить определенные разрешения. Если он не запрещает все правила размещения объектов, соблюдается, собственник имеет право размещать его на свою территорию. Или же мы должны... У нас есть схема размещения стационарных торговых объектов, городских, да? Что это? На городской земле, на муниципальной земле. На муниципальной земле, да. Она может быть совмещенная, наверное, такой вариант тоже будет. Ну, предлагал начальник церуправления по Новоярскому военному. Не самое плохое предложение. Не самое плохое предложение. Если это будет включено в общегородскую схему, то это очень хорошо. А как можно включать в общегородскую схему участки земли, которые городу не принадлежат? Мы же говорим не о сдаче в аренду этой земли города, а о разрешении. Схема-то что? Это способ разрешения размещения объекта. В одной части она включает аренду муниципальной земли, да. А в другой части она будет включать аренду, которая будет собственник земли брать с того... Ну, условно, частную земли. Частную, да. Частную землю. Схема же говорит о том, о порядке размещения, а не просто об арендной плате за данный объект. Ну, вот это мы сейчас о прекрасном будущем говорим. А все-таки, вот если мы к завтрашнему дню обратимся, и перспективам, скажем так, вот этого пункта, правила... Собственник земли выйдет в суд, то есть если завтра утверждается этот пункт, правила благоустройства, Собственник объекта, у которого заключен договор аренды с жителями, да? Нет, не собственник объекта. А, собственно, и собственник земли. Собственник земли. Жители, то есть выходят в суд, опротестовывают этот пункт. Нет, не этот пункт, касающийся конкретно на их земле. Наличие объекта. Ну, если как-то неопределенная там... И через определенное время объект остается все тут. Скорее всего, он должен остаться. А зачем тогда такое изменение в правилах благоустройства, которое не будет работать? Сложно сказать. А прогнозы? Ну, вы сказали вначале, не уверены, что... Ну, вы же знаете, как работает закон российский пункт. Не вызовет споров. Так, это что, а вот вы сейчас предполагаете, что завтра депутаты городской думы дружно проголосуют за или дружно проголосуют против? В целом... Или снимут этот пункт? Ну, вы скажете. Ну, в целом проголосуют за, конечно. За правила? За правила, да. А пункт это оставят в них или нет? Я не видел, чтобы кто-то вносил поправки. Если кто-то внесет поправки, будут один голосовать. А в процессе заседания это можно сделать? Конечно. Интересно. Регланд позволяет. Хорошо, вы сказали, что вы против киосков. Вообще, вот есть же разные, на самом деле... Я против тех киосков, которые существуют... Мухом выглядит. Да. Вот есть пример, я был совсем недавно на одном совещании в городе Москва, и мэр города Ярославля делал презентацию городских киосков, так называемых местациональных объектов. Ну, они, правда, эстетически выглядят очень красиво. За год они поменяли, если не ошибаюсь, 531 такой объект. Объект каждый не менее 30 квадратных метров. Он должен быть с внутренним помещением. То есть, не заглядываешь там, какое-то окошечко, заходишь в помещение через дверь. То есть, это мини-магазин? Да, мини-магазин. Большинство из них привязаны к остановочным павильонам. В хорошем исполнении они сделаны. Все эти помещения имеют биотуалеты, ну, понятно, что тепло, вода, разного способа подачи, но есть обязательные требования. Чтобы можно было вручить руки. Сделано это за счет предпринимателей. Но арендная плата этого места за 8 лет составляет 237 или 38 тысяч рублей. Ну, то есть, получается, по 30 тысяч рублей. Да, минимум на 8 лет отдается эта территория в пользование владельцев. Предприниматель, который вкладывает деньги в оборудование объекта, знает, что в течение 8 лет его с этого места не выгодят. Я видел, во-первых, они все плиткой территория облагороженную. И он за ней, соответственно, следит за этой территорией. И остановка задержится. Да, и остановка задержится. Вот Кирову хорошо бы было прийти. И снег они с этой территории не сбрасывают на дорожную часть, а убираются, возятся. Реально подтверждают, что это происходит. Ну, с придомовыми территориями, наверное, сложно будет это сделать или нет? Все-таки остановочные павильоны, это земля городская, я так понимаю. То есть, там город регулирует вопрос. А здесь-то будет сложно городу регулировать. В какой части? Ну, а как? Вот как они обяжут те павильоны, которые стоят мне на городской земле, выглядеть одинаково, территорию убирать, еще что-то делать? Ну, я думаю, что вопрос... Владелец Киоска скажет, я тут с собственниками договорился, что я раз в неделю снег грибу. И все. У нас есть по поводу снега, и все остальное, это общие правила городские. Они действуют на всех. И там все это оговорено... И на придомовые территории тоже. Совершенно верно. Отдельно выйдем на придомовые территории. А внешний вид? Как должен быть, и кому предъявляются требования. Вот я хотел бы продолжить тему наших правил благоустройства. Да, давайте. Что там еще? Я думаю, что кроме информационной политики, большой надо провести. Даже если она будет затратной, она даст потом все равно свой результат. Но кроме этого, я думаю, что еще будет масса поправок в административный кодекс. Потому что мы сами знаем, если у нас нет наказания определенного вида за нарушение, то этот закон не работает никогда. Еще главное, чтобы поймать человека на месте преступления, так сказать. Неотвратимость наказания, да? А то если она просто прописана, знаете. С этим не так просто. Вот даже если мы будем говорить об информации, которая должна размещаться в определенных местах, по определенным правилам. Мы говорим не о рекламе, а информация. Объявление. Да, объявление, да. Ну, бесплатно так называемое объявление. Хотя их практически, это такая прерогатива Российской Федерации. В других государствах такого правила нет и не существует на самом деле. Размещение бесплатной информации. Я, между прочим, видела в Испании на столбах объявления о пропаже животных. Не, ну, это такие очень редкие вещи. Никто их не срывает. Не срывает, да. Я тоже их видел. Хотя там есть специальные информационные стендики такие для размещения такой информации. Вообще, как борются вот те, которые борются. Страны, которые знают, как с этим борются. В местах размещения делают, размещают рекламу. А на рекламу рекламу очень редко. Когда кто-то что-то размещает, это, ну, законодательно можно определить, кого он оказывает за это дело. Там есть уже интересанты и собственник рекламы. Он будет очень официантно переживать и бороться, чтобы его рекламное материало, за которое он платил деньги, не заклеилось. Ну, и технически этим надо бороться. Это первое, что не должно быть плоских поверхностей. На неплоские поверхности размещать невозможно рекламу. То есть почему еще в царское время, если кто-то обращал внимание, у нас стояли фанатные столбы, чугунные, да, то на уровне там роста человека чуть повыше, они были в пупырышках. А дальше шла гладкая часть. Для того, чтобы нельзя было размещать никакие объявления, ну, чугунные. Нет, слушайте, ну вот в некоторых городах борются с размещением объявлений на столбах путем обматывая их сеткой. И это ужасно, конечно, выглядит. Поэтому, если бы в том же правилах благоустройства наша сеть, которую мы будем в ближайшее время преобразовывать, небольшие работы предстоят по благоустройству наших световых сетей, и город наш все же будет в ближайшее время, я думаю, таким, что у нас проезжую часть будет видно, и будет видно пешеходов. Я очень надеюсь, что те преобразования и программы, которые благодаря влиянию депутатов разработала городская администрация, она войдет в жизнь. Ну, там сначала пройдут некие преобразования предприятий, которые этим занимаются. Не них. Они станут нам более эффективны. Если мы видим последнюю информацию, когда Кировсвет зарабатывает 60 миллионов, 38 из них тратим на свою собственную заработную плату, это что-то каких преобразований? 22 остается все-таки. Ну, да. Ну, о больших преобразованиях вести речь очень сложно. Но я думаю, что новые менеджеры, пришедшие в нашу городскую администрацию, этим вопросом займутся вплотную, и преобразование в этой части произойдет. И город, наверное, будет безопаснее. Так, что еще в правилах, какие изменения? Вот такие прям ключевые, кардинальные. Есть что-то, к чему люди должны быть готовы? Ну, ключевые от того, что снег нельзя будет у собственников зданий и помещений выбрасывать на проезжую часть. То есть сейчас это вообще никак не изрегламентировано? Ну, практически нет. Так, нельзя будет выбрасывать? Ну, вот снег, который с крыши убирает, его надо убирать, а не понятно, где складировать. Ну, были же какие-то нормативы, которые предписывали его, вывозить после того, как уборка завершена, по-моему, в течение восьми, что ли, часов? Я точно не помню, но есть какие-то. Ну, что вы, ну, по размещению информации, вот изменения такие. Гражданам к чему готовятся после того, как правильно в силу вступят? Гражданам готовятся, чтобы собственники будут отвечать за состояние этого, и будут есть ответственность. Но кроме собственников будут привлекаться непосредственные, как сейчас вот я точно скажу, лица в чьих интересах. И почему поручение осуществлялось в размещении информационных материалов? Это, конечно, очень сложный вопрос. Рекламодателя будут наказывать? Ну, якобы, да. Рекламодателя. Ну, его проще найти, чем расклещика объявлений, конечно. Конечно, да. Но сказать, что это именно он, тоже опять сложно. А он скажет, я не давал поручение повесить на столбе. Конкуренты-вредители сделали, да? Может, это тоже может возникнуть. Я вообще вот не сторонник размещения такой информации. Ну, наверное, жизнь-то сложилась у нас, что надо размещать таким способом информацию. Хотя есть другие же, их достаточно уже немало, источников, где можно размещать информацию. Они идут в каменном веке, на листочках писать или клеить. Это непонятно на столбе. Юрий Иванович, во-первых, реклама в СМИ стоит дорого. Не все могут себе позволить. Это раз. Второе. На самом деле есть реклама, которая не только в СМИ размещается, а и в интернете. Размещается она бесплатно. В интернете, да. Второе. В почтовые ящики не все любят, когда у них там, знаете, завал рекламных листовок. Я про почтовые ящики не говорю. Совершенно. Да. А в-третьих, сарафанное радио все-таки. Знаете, вот повесил на столбе объявление. Кажется, что вот эти-то точно не обманут. Потому что они небогатые, значит, честные. Как в других странах пережили этот момент, я тоже думаю, что в какой-то период у них тоже висели такие объявления. Но сейчас их не видно, потому что там сегодня продаются гвозди, а завтра бетон. Юрий Иванович, надо, Вы правы, размещать просто щиты. А завтра бетон, щиты. Щиты информационные, расклики таких объявлений. Ну, неправильно. Неправильно? Неправильно, потому что в основном размещается на самом деле коммерческая реклама. Коммерческая, еще раз подчеркиваю. На замочке щиты, за какую-нибудь не очень большую денежку. Ну, вот тогда да. Потому что 90, поверьте, и более процентов вот этих объявлений, это коммерческая реклама. И какого отношения, о том, что я хочу Вам передать котят или собачек, или там потеря животных, за которую я двумя руками буду голосовать, чтобы она была. Но 90 и более процентов это коммерческая реклама. Из-за нарушения правил размещения коммерческой рекламы считают, что надо наказывать. Она доступна к оплате, поверьте. Но вот пока не очень понятно, кого и как это будет работать. Если человек продает бетон, это же не организация, которая владеет там... Юрий Львович, да. А у нас каждый четвертый столб будет изуродован надписью «Продаю бетон» или там «Укладываю асфальт». Нет, подождите, вот рекламодателя накажут один раз, он перестанет размещать. Почему один раз? Один раз, ну хорошо, два раза накажут, если он не поймет с первого раза. Он перестанет размещать эти объявления конкуренты, возьмут да и наклеят, Вы же сами говорите. Ну, придет другая стадия разбираться в этом вопросе. Я думаю, что не такой же вредный народ у нас проживает, чтобы все время такие вещи делать. В общем так, значит, рекламный мусор на столбах – это плохо, но как будут работать измененные правила благоустройства, еще надо посмотреть. Надо посмотреть. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы. Неоднозначно, это очень неоднозначно. В нашей студии, с неоднозначным отношением к новому документу, да. У нас реклама двухминутная, мы вернемся. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особые мнения». Правила благоустройства завтра измененные будет обсуждать, принимать городская дума. Да, принимали, уже обсуждение было. То есть все. Нет, ну в рамках принятия, конечно будет. Что же вы так, дайте вашим коллегам возможность все-таки в последнее слово сказать. Хорошо, еще одна тема, которая так, косвенно тоже связана с несанкционарными торговыми объектами. Вы сами, собственно, ее заявили, когда рассказывали про Ярославль и про НТО, которые находятся на остановках, остановки обслуживают. В связи с чем тема остановок возникла? Последний ураган субботний, да, 12 поврежденных остановок, две из них безвозвратно утраченные, как я понимаю. Да, где-то снесло крышу, где-то что-то помяло, где-то упали деревья. Это в Вересниках, в вашем, кстати, округе, депутатском. Проблема с делами существует, и их занимаются очень сильно. Юрий Львович, так вот, Дмитрий Печенкин, отвечая изданию Ньюслер на вопрос, как же так, почему же у нас остановки-то такие некрепкие, отметил, что каких-то определенных нормативов к остановочным павильонам в Кирове нет. Ну, я думаю, что... Главное, чтобы у них была крыша и крестяны, он сказал, вот так, упрощая. Наверное, он главный же специалист, я не знаю, что... Ну, я думаю, что в правилах по благоустройству, конечно, это не должно быть отражено, но у нас есть положение о малых архитектурных формах, и я думаю, что если поднять вопрос и обратиться в городскую администрацию, что я сделаю. Отлично. В ближайшее время постараюсь, чтобы это было внесено, внесены определенные параметры, которые позволят сделать павильоны наши более безопасными. Ну, понятно, что форс-праншур может быть, потому что, если мы среднюю скорость ветра, ну, максимальную планируем 15-20, это почти что, ну, ураган, да, а вдруг ветер 45 метров. Ну, порыв имел, может быть, да. Поэтому это очень сложно предугадать. Такие параметры мы все же не под землетрясение уже проектируем, большие или там под другие стихийные бедствия, эти павильоны. Хотя предупреждение, конечно, в этот период надо сократить свое пребывание на открытых пространствах. Ну, это для людей уже больше, да? Для автомобилистов, для людей, а то крыша прилетит от остановки. Да, бывает, и дерево может прилететь, тоже мы видели, и знаем. Вот, но остановочные павильоны все-таки летать и падать не должны. Ну, да, и у нас и крыши отрываются от зданий, хотя их проектируют, их утверждают в проекте. Но крыши летают у нас, летают. Слушайте, ну, нормативы-то какие-то должны же быть, пропишут. Ну, я думаю, что пропишут. Будем надеяться на это, потому что... Пропишутся. Я вам честно скажу, вот остановочный павильон, который был у меня вместе с нестационарным торговым объектом на остановке возле моего дома, был установлен на кирпичном фундаменте. И как-то вот, несмотря на все порывы многолетние, ветров, ничего с ним не случалось, и крышу не уносило, и люди там прекрасно от дождя прятались. Значит, хорошо крыша была закреплена. Вот, и ее обслуживали. Из правильных материалов сделаны. И за ней смотрели. Ну, я думаю, что в этих правилах надо прописать просто. Мне вот кажется, что вдоль трасс в Кировской области остановки такие, вот знаете, большие бетонные такие конструкции стоят. Вот они недаром там такие стоят. Но их же использовали для чего-то, знаете, что... Нет. В случае чего страшно, самое страшное-то разнесить. Серьезно даже укрыться от врага. Ну да, или разнесить. Еще одна городская тема, Юрий Львович, времени все меньше остается. К сносу аварийных домов в Кирове начнут привлекать инвесторов, сообщает нам сайт городской администрации и городской думы. Смотрите, хорошее благое дело с целью экономии людей. Но давайте рассмотрим ту ситуацию, которая у нас уже прошла. Зашла, когда тратились бюджетные деньги, подписывались акты выполненных рабствий. А работы не проводились. За это есть конкретные виновники. Потому что их компетентные органы в ближайшее время разберутся с этим вопросом. Так, подождите, давайте мы все-таки уточним, что значит работы не проводились. То есть был аварийный дом, приезжала некая компания, сносила внешнюю часть аварийного дома. Теперь открываем техзадание, по которому компания выиграла тендер. Это же через 44-й закон, что проходило. И там написано? И там написано, что фундаментная часть должна быть убрана. Котлован засыпан. У нас как делали? Все туда. Письмо с расстроительной. Строительный, который разбирался, который не подошел на прандашу. Утрамбовывали. Утрамбовывали сверху, присыпали иногда землей. На этом и заканчивали. Ссылаясь на то, что там коммуникации. Хотя ни одна из фирм, как утверждает депутат Иерухин, проверял эту часть. Ваш коллега, да? Да, он не на земляные работы, а разрешение на земляные работы, раз фундамент выбираете, должно быть разрешение. Ни одна из этих организаций не получила. Так, а что же теперь будет? Соответственно, я думаю, что комитетные органы разберутся и привлекут ответственных. А кто ответственный? Ответственная фирма-исполнитель и тот, кто подписывал городскую администрацию акт выполнения хранения. А если замолчат эту тему в очередной раз? Когда они замолчатся? Ну как, вот так возьмут и замолчат, скажут, да, вот мы тут сейчас проверяем и все, а потом не слышно, не видно. Есть порядок рассмотрения обращения, так как депутат уже обратился. Про Дениса Иерохина мы говорим? Соответственно, будут проходить действия. Какой-то будет ответ. Не какой-то, тот, который должен быть ответ. Хорошо, привлечение инвесторов к сносу аварийных объектов. Ну это правильный подход. Не, ну Юрий Львович, смотрите, если в центре города сносятся аварийные объекты, мы знаем, там и так уже инвесторы очень стоят. А если в центре города сносились по федеральной программе, да? И средства используются в федеральной программе. Но есть объекты, которые будет сносить городская администрация. Ну, город, да, будет. И привлечь инвесторов к этому, это очень хорошо. Но для этого надо уже, чтобы земля попала в собственность этих инвесторов. То есть должен провести аукцион по продаже земли, который будет с обременением по сносе аварийного жилья или обработке площадки. А если желающих не найдется? Ну, значит, тогда должна делать городская у нас. За бюджетные деньги? Конечно. Других вариантов же нет. Но будем надеяться, что эту тему все-таки каким-то образом городская администрация будет держать на контроле. И депутаты городской думы будут держать эту тему на контроле. Потому что вы как-то понимаете, что то, что сделано, не позволяет на этом месте не проводить никакие работы. Нам нельзя, там, дискверы не сделать, не придумывая территорию строить. Потому что это опасно для жизни граждан. Еще один опасный объект выявил вчера. Эта информация появилась тоже на сайте городской думы. Я вам ссылочку скидывала. Да, нет, но на самом деле угрожающе, конечно. То есть висит новость на сайте городской администрации о том, что, значит, вот в Кирове введен режим повышенной готовности к обрушению многоэтажного жилого дома. У тебя начинает волосы на голове, извините, шевелиться в этот момент. Ты смотришь, что по адресу Северосадовая 6А находится пятиэтажка. Пятиэтажка. Вот. Ничего не говорится про людей, которые там живут. Будут их выселять, не будут там их выселять. Там приведение чрезвычайное там же есть о том, что введение чрезвычайное положение по локальному. Да, и будут наблюдать. Да. Значит, каждое это положение имеет свой регламент действий. Я думаю, что нарушать этот регламент никто не будет. И там все прописано. Населяют люди в данный момент. Ничего не прописано. Ничего не сказано там про людей. Это в положении. Есть регламент про введение чрезвычайной ситуации локальной. Я его не изучал, но наверняка он подразумевает определенный порядок действия. Одни части этого положения были опубликованы, что вы прочитали, там, обращение с документами, и так далее, и тому подобное, фонд капитального строительства в том числе. А есть еще тайная информация? Нет, она не тайная. Она просто от регламента, он опубликован в соответствующих документах. И его надо просто изучить, чтобы компетентно говорить. То есть, если о людях не сообщается, а о их выселении, то значит, что ситуация не настолько критическая. Я думаю, что мы это могли не опубликовать, а провести это выселение. Да ладно, если бы у нас выселяли пятиэтажку, мы бы об этом знали. Надо обратиться к регламенту, в нем все прописано. Поверьте, по пунктам все. Через сколько, моментально выселять должны, не моментально, изучить ситуацию. Там в регламенте все прописано. Хорошо, мы изучим. И вот такие регламенты очень опасно нарушать, и обычно их стараются не нарушать, потому что это можно попасть под уголовную ответственность. Ладно, я буду надеяться на то, что дом простоит все-таки. Хуже вот у нас с теми детскими садиками в безопасности. О которых вчера сообщил УНФ. Безопасность детского садика номер 96. Я посмотрела, это МОПРА. Центр города. У них не такие садики есть в Вересниках подобные. Да их много везде. Я сам обращался в наше управление по образованию. И? Всегда, я думаю, что отсылка к отсутствию средств в бюджете, на ремонт здания, веранды, какие-то конструкции на участке для прогулок детей. Я думаю, что при правильном подходе и обращениях в администрацию города, где будет показано реальное фитическое положение этих вещей, найдутся ресурсы и действия. Но другие же находят какие-то другие мероприятия. Я очень надеюсь, что упоминание детского сада в Индвинчике в нашем эфире заставит прислушаться. Я думаю, что все время говорят, что родители, родители, родители. Родители ничего не должны как раз. Ну да, это неправильно. Ну все же налогоплательщики. Давайте из наших налогов, из наших ресурсов, которые мы платим, находить на это снис. Или по согласию все-таки, да, чтобы, уж если родители хотят заказать какую-то конструкцию на прогулочную площадку в виде машинки деревянной, новой, то уж они между собой обсуждают. А вопросы безопасности, это все-таки бюджет. Вопросы безопасности, это все-таки запасные выходы. Это окна на ближайшем состоянии, чтобы их можно было открыть и закрыть. И много других вопросов, которые возникают при эксплуатации зданий детских садиков. Не всех, конечно. Ну вот те, которые находятся в старых, там есть очень много вопросов. Это неправильно. И территория должна быть в надлежащем состоянии, чтобы дети не проваливались у нас под землю и не ломали ноги на верандах. В незакопанные когда-то строительные... У нас верандочки, в которых они как бы гуляют, размещаются. И тоже проваливаются под пол иногда. Юрий Шемензон, депутат Кербской городской думы, был у нас в программе «Особое мнение». Время наше заканчивается, Юрий Львович, к сожалению. Говорим нашим слушателям «До свидания». До свидания.